Приветствую! Видеоблогер Екатерина Снытко и маленькая история вот про этот Спатифилум. Находится он кашпо. Само растение выглядит вот так. Вот оно какое. И расскажу я вам про него целую историю. А началась эта история почти год назад. Сегодня 6 сентября. Но мне не терпится, не терпится быстрее вам рассказать про это растение, так как нашла я его 16 сентября. А в каком состоянии и при каких обстоятельствах, смотрите дальше в моем фильме. Маленький эпизод из жизни Спатифилума. Не могла пройти мимо. Вот такое безжизненное растение. Видите, никому не нужное брошенное. Земля совершенно сухая. Что угодно там. Горшок разбитый. В общем, через месяц, если у меня будут силы, я запишу видео. Получилось у меня что-то сделать с этим растением, которое вообще у него нет никакой жизненной силы. Видите? Единственное, что я сейчас сделаю, я его слегка полью. И уже через месяц я покажу, что у меня получилось. Так, надо смотреть, что происходит с этим растением. Это Спатифилум. Я нашла его совсем-совсем несчастным. Вы видели в начале фильма. Ну, вот смотрю, что листочки. Вот они. Видите? Пошли в рост. Вот здесь есть хорошие листочки. Ну, что ж. Поливаю редко. Видите? Не очень работает растение. Не очень оживает. Поэтому земля практически не высыхает. Хотя я полила довольно давно. Но буду ждать, что будет происходить дальше. Я очень надеюсь, что оно оживет. Сегодня 13 ноября. Вот так выглядит этот Спатифилум. И вот продолжение наблюдения за Спатифилумом. Видите, что потихоньку, очень даже потихоньку оживает. Ничего особенного я ему не делаю. У меня есть фильм, как я спасала растения. И мне написали. Я хотела узнать, какие методы вы применяете. А ничего нового я не узнала. Ну, и здесь вряд ли что вы узнаете. Не переливать. В начале фильма вы видели, что я обрезала все. Потому что уже спасать было нечего. Мне нужно было спасти корень. И вот сегодня 9 декабря. Спатифилум вот так подрос. Очень, конечно, медленно. За два месяца практически. Но, как видели в начале фильма, оно погибало полностью. Буду наблюдать дальше. Ну, вот сегодня 20 марта. Решила посмотреть, почему так медленно растет. Очень медленно. И первое, что я сделаю, уберу вот эти части, что прикрывали землю, чтобы не было пересыхания грунта. И сейчас проверю, что не так с этим растением. Вот, уже пошло. Лучше, конечно, делать пересадку на улице. Опа. Да, вроде бы все нормально. Видите? Есть хорошие корешочки. Но я сейчас немного уберу этот твердый грунт. Потому что мне так кажется, что здесь большая часть грунта, которая была с этим растением, когда я его нашла. Я немного добавила, не хотела его терроризировать. И грунт, конечно, очень тяжелый. Вот мне кажется, что грунт для него тяжеловат. Я ему дам другую почву. На дне, видите, что есть дренаж. Возможно, все-таки вы видите, да. Я добавила древесный уголь. И теперь хочу легкую почву выложить на дно. Вот так. Теперь выкладываю само растение. Аккуратненько, чтобы не навредить ему. И сверху, и сбоку досыплю хороший грунт. Ну и вот я поделилась энергетикой этого хорошего дня. Сегодня, завтра день равноденствия весеннего. Очень хорошо работать с растениями. Очень хорошо растения пересаживать. То есть и для нас, людей, это хороший задел. Пополняем себя положительной энергией. Ну вот так, красавчик. Будешь ты у меня жить. Ну, как видели, корешочки неплохие. Пересадила. Теперь только полью. А удобрять уже буду недели через три. Красавчик, правда? Видите, грунт какой легкий. Не сравнить с тем, что был. Всегда надо давать очень хорошую землю. Вообще, в растерзанном виде, вы видели в начале фильма. Неплохо, но очень уж медленно. Очень. Скоро год, как он у меня. Сегодня 23 августа. До годовщины осталось совсем-совсем немножко. Как вы видели в фильме, растение было практически умирающим. Я не думала, что я его спасу. Но я же называю себя доктором Айболитом. Поэтому я очень рада, что растение ожило. И я думаю, ему хорошо у меня. Правда? Как вам кажется? А как вам история? Вот так выглядит теперь растение. Я думаю, ему у меня нравится. А как вам кажется? Ведь почти за год растение выросло вот так. И не важно, что оно еще не цветет. Но оно у меня расцветет. Я в этом уверена. Не напрасно же я, доктор Айболит, по растениям. Не все растения у меня получаются спасти. Не все черенки у меня приживаются. Но в целом, я думаю, растения мне благодарны. Видеоблогер Екатерина Сметко, Молдова Крикова, 6 сентября 2018 года. Вам понравилась история? Пишите комментарии. Молдова Крикова, 6 сентября 2018 года.